При каких условиях Москва пойдет на серьезные переговоры с Киевом и позволит ли Путин вывести из блокады защитников Азовстали? Что может принести конфликт фракций вокруг главы России за высокими стенами Кремля? Мое интервью с российским юристом и популярным политическим обозревателем Марком Фейгином. Марк, позвольте для начала такой общий вопрос. Ваше видение ситуации на войне. Например, для закваски поделюсь своим мнением. Уже неделю назад казалось, что ситуация патовая, что фронт не продвигается. Теперь украинцы ожидают больших поставок вооружений, в основном из США, для того, чтобы начать потихоньку возвращать свои территории. Например, Херсон. А как вы это видите, что касается российской стороны? Чем сейчас российские военные занимаются? Какие у них общие планы? Ну вот смотрите, вообще пограничной датой была 9 мая. Я думаю, для российского руководства 9 мая это не только символическая дата, что понятно, но и дата оперативная. То есть нужно было к 9 мая выйти на план, поставленный самим высшим военно-политическим руководством, а именно к границам Луганской и Донецкой областей. Потому что по ходу операции, ну скажем, с начала апреля, цели ее существенно изменились. Я сейчас даже оставляю риторику в стороне, но от планов захватить всю Украину точно отказались и перешли, собственно, об этом свидетельствовал уход из-под киевского и черниговского направлений, из-под СУМ. Решили все-таки ограничиться Донбассом, то есть выходом на границы так называемых самопроводложенных Донецко-Луганских областей, ДНР, ЛНР. Ну и вот Херсон, который достался в самом начале войны, в общем, благодаря возможным оперативным просчетам со стороны украинского руководства. Но это и не мудрено, потому что защищать целую страну, там, с разного направления, да, где-то вот оказалась новая Каховка, Херсон. Вот эта часть, она могла бы и не оказаться в руках оккупантов, но действительно это было, вот, к сожалению, случилось так, как случилось. По существу план этот не выполнен к 9 мая, то есть границам Луганской и Донецкой областей не вышли. Более того, буквально в канун 9 мая вот эта операция продолжается, идут отдельные контрнаступательные действия со стороны ВСУ Украины, да, вооруженных сил Украины. Они фактически приблизились, там, 10 километров где-то остается от Харькова к границам Российской Федерации. То есть это, ну, я бы сказал, с одной стороны это оперативный успех, а с другой, похоже, что российские войска потихоньку уходят с этого направления. И собираются защищать только территории, вот, район, где идут боевые действия линии ООС, то есть Луганская и Донецкая областей, ну, и во что бы то ни стало состоять херсон. Раз уж взяли, потерять его, это потерять вообще говоря лицо всей этой операции так называемой. Я думаю, что на этом сосредоточится Москва, и если ей не удастся сейчас существенно продвинуться к этим границам, то они, скорее всего, придут в такую оперативную паузу, будут пытаться эту линию новую закрепить, вот, и удерживать. Для того, чтобы каким-то образом перегруппироваться, подготовиться к тому, что действительно скоро в Украину поступят американские вооружения. Они и без того тяжелые вооружения из Европы идут, но масштабы этих поставок, конечно, впечатляющие. Ну, вот вы знаете, что помимо решения о ленд-лизе, которое уже подписано президентом Байденом, еще и 40 миллиардов выделено. И, видимо, это не последнее средство для ведения войны. Это действительно очень угрожающее для Москвы событие, потому что по существу у Украины есть союзники, есть поставки военные, а у России нет ничего. Есть только собственное производство, которое скромно. Да, есть какие-то виды производства, которые налажены за десятилетия, еще советские, производство патронов, снарядов, артиллерии. Но вот с бронетехникой и даже с самолетами, ну, не говоря уже о ракетной технике, да, могут быть проблемы. Проблемы могут быть, потому что там много в продукции двойного назначения, иностранных комплектующих и так далее. Но в любом случае это была бы спасительной для Москвы тактика, для возникновения оперативной паузы занять и закрепиться на этих участках и держать их так, как 8 лет держали линию между ДНР и ЛНР и, собственно говоря, Украиной в зоне ООС. Что касается Херсона, здесь есть особенности, потому что, понимаете, Херсон предельно нелояльная территория, в отличие от Донецка и Луганска. Тут можно спорить, какое количество там проукраинского населения и так далее. То есть Херсон – это пороховая бочка. Безусловно, и, конечно, если начнется контрнаступление со стороны украинских сил, то Херсон – первая мешает, несомненно. Херсон, Мелитополь и дальше. Ну, не говоря же о Мариуполе, где по сей день на Азов стали кучка защитников, горстка людей, храбрецов защищает этот клочок земли. И, в общем, там совершенно драматическая ситуация. Но я думаю, что, скорее всего, будут методом окружения действовать. Будут окружать города, чтобы их не обстреливать, не можно позволить себе, ВСУ, обстреливать города с собственным населением. То есть Херсон никто не будет обстреливать из артиллерийских орудий. А вот окружение и удушение группировки там – это вполне такой реальный план обойти с нескольких сторон и, собственно, держать город в кольце. В общем, занимаясь тем, чтобы выдавливать оттуда, собственно, войска противника. Возможен ли этот план? Ну да, но только при поставке вот этих, как мы говорили, масштабных поставок вооружений и так далее. Что будет делать Москва? У Москвы вообще возможностей не очень много. Не будем забывать, что Москва… Вот, да, как раз-таки следующий вопрос был о том заявлении и поведении Путина. Как себя будет вести кремлевская власть? Ну, вы знаете, если говорить о военной составляющей, то вариантов немного. То есть переходить к обороне придется. Наступать некуда и нечего будет скоро. Тем более от идеи мобилизации отказались. Это очень разумное решение, потому что мобилизация могла бы привести к ускорению вообще всех процессов. Потому что вот в таком ситуации просто набор численности, он же ничего не дал бы личному составу. Это люди необычные, кинутые в зону боев, могли кратно увеличить потери. То есть гибли бы уже десятки тысяч. Знаете, если украинская страна получит снаряды с GPS-управлением, если уж артиллерийские орудия с GPS-ом летают, а снаряды... Ну, там, где гибло один, гибло бы пять, понимаете? Ну и что? Вы сосредоточили в зоне боев в три раза большую численность, а их в три раза больше обстреливают. Снаряды в товарных количествах, ракеты, бронетехника. Ну, просто это бессмысленно. Нужна техника. Нужно Москве как-то найти ресурсы, резервы свои, да, для того, чтобы создать новые части, новые соединения и так далее. Так что с военной точки зрения я ничего, кроме оборонной, возможных действий и планов Москвы, я не вижу. Что касается политической составляющей, ну, она еще хуже, потому что Москва в тотальной изоляции, изоляция повышается. Санкции, которые введены, они вот-вот только начнут давать свой эффект в экономике, социальной политике и так далее. Ну, грубо говоря, будут задержки пенсии или нет? Сейчас так стоит вопрос. Конкретно, не абстрактно, там, знаете, там, ВВП снизился, не ВВП. Будут ли деньги у пенсионеров? Будет ли работа при росте безработицы? Инфляция уже 17% фактически, там, уже не скрывают ее. Интересно, да? Для такой экономики, это же не маленькая экономика, это же не Северная Корея, это гигантская страна. Одна девятая суша, 17 миллионов с лишним квадратных километров. То есть здесь так не работает, понимаете? Здесь, да, Москва может замкнуться, Россия может замкнуться, и она может себе позволить изолированное существование. Но это будет настолько ничтожное, нищенское, убогое существование 140-миллионного населения, на которое, бог знает, согласится ли и выдержит ли оно его долга. Потому что это ведь тоже потребительское общество. Посмотрите, как сильно ударили уход всех этих компаний потребительских, западных компаний, Россия ничего толку не производит, с рынка российского. Там нечем это заменить. Ни машины, не знаю, стиральные машины, или автомобили, телефоны и так далее. Ничего этого не производится. Компьютерные театры. Я думаю, это очень сильно ударит. И эффект от, в целом, воздействия Запада, санкционного воздействия, он скоро, ну вот, я думаю, третий квартал, это финальный практически. Мы уже увидим уже серьезные последствия этого всего. Марк, вот учитывая внешний вид, поведение Владимира Путина, его короткое выступление и странное содержание этого выступления, какие можно выводы сделать? Ясно, что у Кремля высокие, стены толстые, там ничего за ним не видно, да? Но что там происходит? Какая грязня там происходит? Можно ли рассчитывать на какие-то изменения, учитывая, скажем так, какие-то борьбы фракции, скажем так, вокруг Владимира Путина? Ну, во-первых, сам он выглядит плохо. Он выглядит плохо. Это 70-летний человек. Но еще раз, дело даже не в возрасте. Мы видим очень бодрых людей в 70 лет. Но они не работают диктаторами, злодеями, которые находятся в тотальной изоляции. Их ненавидят все, и желают их смерти, значит, большинство земного шара. Вот в этой стрессовой и ненавистной ситуации Путин находится. Ну, он выражает свою волю этим. Это же не какая-то, как вам сказать, инвектива со стороны Запада или, там, не знаю, мирового сообщества без всяких причин. Он ощущает на себе груз. Я этот груз вижу. Это метафизическая область. Чисто физически, но разговоры идут о том, что он болен. Я думаю, под этим есть основания. Мы не можем судить о степени этой болезни. Может, она не смертельная. Но в целом 70 лет не помогает извлечению, знаете, в условиях этого стресса. Совсем не помогают. Для этого нужно на курорте отдыхать, там, нюхать цветочки. Ну, наверное, Путину это уже не грозит определенно. Что касается фракций. Они есть. Они есть. И вы знаете, мы уже видим, что действительно одна из фракций берет верх. Это закономерно. Но это так и происходит. Потому что, по разным слухам, действительно, военные вопали. Прежде всего, Генштаб. У меня складывается впечатление, что как-то от Шойгу отцепились. Шойгу отцепились. Он тоже был в этой опале. Но, скажем, ладно, плюнули на него. В основном сейчас страдает Генштаб и его руководство. В лице и Герасима, и его замов, начальника оперативного управления. И так далее. Потому что на них возложили вину за неуспех операции. Это, безусловно, противостояние в том еще выражается, что давние противоречия между Лубянкой и Кронизинской набережной. Между Генштабом и ФСБ. Это давние. Они имеют долгую историю противостояния. И ФСБ сняла с себя ответственность и переложила на военных. Это военные плохо воевали. Это не мы создали условия, при которых победа была невозможна. Это все военные. К ним вопрос. И, похоже, и так всем удобнее. Заменить военное руководство. То есть, Генштаба. Возможно, и Шойгу, конечно, поменять. Не сразу. Это все постепенно будет. Но их поменяют. И сказать о том, что виновники они. Кстати, Путин-то происходит из среды ФСБшников тоже. В этом и нет сомнений. Почему всегда ФСБ одерживает победу? Несмотря на то, что там тоже чистки идут. ФСБ тоже идут чистки. И в пятом управлении в ряде других идут. Ну, естественно. А откуда же он? Он родом из этого ведомства. Естественно, он всегда будет принадлежать этой фракции. Несмотря на то, что он пытался долгие годы быть неким орбитом. Читом над всеми этими сторонами. Всеми этими башнями и так далее. Я думаю, что, скорее всего, будет идти некое выглаживание аппарата под ФСБ еще сильнее. Но и без того полностью кроется ФСБ. Знаете, есть управление контрразведки ФСБ, которое полностью контролирует армейскую среду. Ну, то есть, высший руководство и так далее. Ну, и в частях и так далее. Это именно ФСБ занимается. Они следят за настроением, чтобы, не дай бог, заговор какой-то еще чего-то. Другой вопрос, к чему это все может привести? Ну, понимаете как? Все это очень хорошо и работало бы, если бы Путин не находился в том возрасте, в том состоянии и в том политическом положении на международной арене, в котором он оказался. Для этого нужна сила и энергия. Для того, чтобы противостоять всему земному шару. Что он, собственно, и делает. У него нет союзников, он один. Даже Китай не является таким союзником. Китай прежде всего заинтересована в ослаблении России максимальным. В результате войны, в результате санкций. Какая разница? Ну, чтобы она была слабая и зависела вассально от Пекина. Ну, это очевидно. Это не какое-то там евристическое открытие. И, естественно, в этих условиях внутри аппарата власти, который еще в том числе недоволен санкциями персональными, они теряют деньги, у них отнимают имущество, конфисковывают, замораживают на Западе. А это не только олигархия, это в том числе и силовая бюрократия. Она же тоже очень богата. Это тоже миллиардеры. Это все люди с огромной многомиллиардной в долларах состоянием. Естественно, они подвергаются разного рода проскрипциям. И, безусловно, это, конечно, не может нравиться. Но какой выход? Они вот не до конца могут понимать, что избавление от Путина является решением, ну, хотя бы частью проблем. Какая-то, может быть, небольшая доля это понимает, но боится. А те, кто мог бы пойти на такое, чтобы устранить Путина, неважно, каким путем, почетной пенсией или табакеркой, они, в общем говоря, для себя не видят будущего без него. Потому что Путин является некой результирующим многих процессов и исторических, и политических, и властных, и так далее, без которого они не очень понимают, как они друг друга не съедят. Потому что русская история знавала такое, советский период особенно. И, в общем, ничем хорошим это не грозит ни тем, ни другим. Поэтому, возможно, сейчас еще нет этого запала на то, чтобы пойти на решительные перемены. Я бы сказал так. Да, Марк, у нас время заканчивается, не имею права задерживать. Позвольте последний вопрос. Есть ли какие-то условия, на которых Кремль пойдет на серьезные переговоры с Украиной? Пока мы видим только эвакуацию мирного населения из Мариуприя. Больше ничего. Защитники Азовстали просят, молят. Даже Илона Маска попросили о помощи. В общем, ничто не может помочь этих защитников эвакуировать. Но есть ли какие-то условия, на которых Кремль мог бы пойти на какие-то более-менее серьезные переговоры? Я бы рад такие условия определить, но боюсь, что нет. Только военное поражение. Вот если произойдет удар такой существенный, если где-то ударит, отобьют Херсон или, не знаю, войдут в Донецк. Донецк очень близко от границы линии фронта находится. То тогда это само приведет к процессам, которые непредсказуемы. Даже в Москве. Потому что тогда не очень понятно, на что опираться. Как мотивировано будут дальше воевать военнослужащие, как руководство армии, как население, которому продавали тут молниеносную победу и так далее. Что вы продавали? Ради чего погибли 25 тысяч военнослужащих? Ради чего убитое мирное население, военнослужащие ВСУ? Зачем вы убиваете в Мариуполе? Нет, военное поражение может привести к моментальному прекращению огня. Вот такое военное поражение. Молниеносное, быстрое, значит, с поднятием флага. Где-то, где точно этого не должно было быть. Ни в каких раскладах. Вот мне кажется, здесь сразу Москва пойдет на прекращение огня и начало уже реальных переговоров. Пока я этого предпосылки не вижу. Потом Путин, вы поймите правильно, ну, ни Папа Римский, ни кто бы то ни был, не может на него повлиять. Но на него пытались повлиять самые главные лица на планете, от которых зависят и санкции, и его будущее, и много чего еще. И положение России он не внял. Почему он должен внять кому-то, помимо вот этих государственных деятелей, политиков этого масштаба? Вы знаете, тоже нет. В этой ситуации тоже нет, потому что от Си Цзиньпина он же не получает помощь, поэтому нечего терять. Если бы он ему давал помощь и поставил это условие, но помощи со стороны Пекина нет, Си Цзиньпин мог бы с ним поговорить на этот счет и сказать, что надо бы как-то этот вопрос разрешить. Но он же тоже понимает, что отпустив защитников Мариуполя, это огромного масштаба моральная победа. Моральная победа. То есть, ты не сломил Мариуполь, значит, ты никогда и не сломишь Украину. Он прекрасно понимает, он это чувствует. Поэтому он хочет не просто захватить территорию, он хочет их убить. А это, знаете, совершенно другое желание такое дьявольское. Кто сказал, что Путин не дьявол? Многие говорят, что дьявол. Марк, спасибо вам большое за ваше время, был рад с вами поговорить. Да, взаимно. Всего доброго.